Моя Караганда В декабрь 1992 года опубликовано решение главы Карагандинской городской администрации Шеймердена Урзалинова о переименовании Советского проспекта улиц Кирова и Дзержинского. В нем говорится переименовать проспект Советский в проспект имени Бухаржирау, улицу Кирова в улицу имени Саттара Ярубаева, улицу Дзержинского в улицу имени Алимхана Ермекова. Декабрь 1992 года. Страна готовится отметить первую годовщину независимости. Власти Караганды решают избавиться от наследия совсем еще недавнего прошлого путем переименования центральных улиц города. Главный проспект угольной столицы, проспект Советский, некогда Сталина, теперь будет носить имя казахского акына Бухаржирау. Старейшая магистраль города улица Кирова получает имя Саттара Ярубаева, казахского поэта. Государственный деятель СССР в начале 30-х, посещавший Караганду, уступает место на табличках поэту Самородку. Улица Дзержинского, одна из протяженных в Караганде, теперь будет носить имя Алимхана Ермекова, общественного и государственного деятеля, попавшего в свое время под жернова репрессий. Бухаржирау всем казахскому народу известный, выдающийся, выдающийся, я бы сказал, певец свобода. Он жил в такое сложное время, как джунгарское, калмыкское иго, когда наш народ воевали везде, вовсюду джунгарами, иногда их калмыкомой называют, куба-калмыкомой их называют. Ну, их много было разных сторон. Нападали, нужно было отобрать нашу землю, свободу. В это время с сыну вышел великий Абулайхан, а его поддержал своим устным творчеством, прямо надо сказать, этот великий Бухаржирау, халхаманулло. И вот этот халхаман тоже был выдающийся человек, батыром был, из рода Каржас, современный Баянаулский район. Саттар Ирубаев, я бы сказал, это был кумиром люди моего возраста, в 50-х годах. Я помню, его первая книга «Вышел мином курдастарым», это значит переводы «Мои сверстники», в 1951 году. Я учился в первом классе. Я даже помню, летом я наизусть читал Аульчанам, вот это «Мином курдастарым», значит, «Мои сверстники». Надо сказать, творчество Саттар Ирубаева – это величайшее. Вы представьте себе, всего 23 года он умер в алматинском туберкулезном диспансере. В 1937 году он умер. А сиротел тоже, ну, мать воспитывали его, в детдоме был, много тоже пережил. Представляете, 16 лет он поехал в Ленинград тогда, и сдает вступительные экзамены в педагогический институт имени Герцена. И прекрасно сдает этот экзамен. И 19 лет всего, 19 лет он соотлично заканчивает этот институт. Впоследствии он поступает в Ленинградский университет, аспирантуру. А в Казахстане трудился он после учеба в Караганде, в молодежной газете был. Ну, как бы Ленинградский жас был, его лиц сотрудником он по Караганде был. И воссоздал величайшие произведения с учетом того времени. Допустим, «Три шахтера» у него есть, «Прекрасная новелла». Поэтому, считаю, он сам по себе был талантливый человек был. Даже иногда мне такой жуткий приходится мысль, в 1937 году же он в туберкулезном диспансере в Алматы умер. Если бы даже думается, если бы он не умер даже, в 1937 году его посадили, расстреляли бы все равно. Вот так. Алимхан Ермеков – это выдающийся в историческом плане наш казахский академик, просветитель, первый сильнейший математик, математиком был. Но кроме этого у него политические вот это деяния, это первое место, я считаю. Я приведу пример. Он первым пошел к Ленину, четыре часа сидел Лениным, выступил в дебатах. Лениным. Притом он Лениным приглашен был. Сталин ему телеграфировал. Сначала Аллашардин создали казахские политические деятели, чтобы как отдельные государства, автономия, Аллашардинская автономия, независимая. Но они обещали помочь, чтобы независимость была. Но потом это не получился, все отобрано было. Нет, не только у нас со всех народов отобрана была и создался так называемый Союз Советской Социалистической Республики. Давайте вспомним, какие еще улицы Караганды были переименованы с начала 90-х годов. В начале 2000-х одна из центральных улиц города 40 лет Казахстана получила имя Ангельбая Алиханова, организатора строительства в области. Именами государственных чиновников Розалы Шакирова и Жакубека Жангозина были названы улицы Фестивальная и Китайский переулок, соответственно. Часть бульвара Мира отошла к улице Норманбета Тулепова. Именем писателя Габедина Мустафина названа часть улицы Ленина. На юго-востоке появилась улица строителя Василия Язева. Все это без сомнения достойные люди. Жаль только, что улицы приходится переименовывать. Согласитесь, что гораздо лучше, когда дают имена новым улицам в новых районах. Но это уже другой рассказ. 8 декабря 1982 года войдет в историю области. Именно в этот день был подписан акт Государственной приемной комиссии о сдаче в эксплуатацию Карагандинского цирка. Мнение всех членов комиссии было единодушным. Сложный объект построен на оценку «Отлично». Официальное открытие цирка состоялось 10 декабря. Еще в середине 60-х Карагандинский институт «Облпроект» начал проектировать новую площадь на пустыре за кинотеатром «Родина». Там планировалось начать строительство цирка в здании летнего катка и гостиницы. Последние два объекта построили, а вот возведение цирка началось только в 1976 году. Рядом со дворцом спорта «Октябрьский» должен был появиться один из крупных объектов культурного назначения цирк на 2000 мест. Диаметр его манежа будет равен 13 метрам, «Высота купола 18», говорилось в проекте. Цирк стал украшением Караганды. Не в каждом городе Союза можно было встретить такое красивое здание. Караганда в очередной раз подтверждала статус не только угольной столицы, но и центра культурной жизни Казахской Республики. Это было детище проектантов Института Караганда-Горсель-Проект Александра Бойкова, Станислава Мордвинцева, Александра Гостева, главного инженера проекта Николая Кузьмина, главного конструктора Николая Ларингеля, директора Карагандинского института Николая Бличенко. Это был большой успех многотысячного коллектива треста «Караганда-Жилстрой» других строительных трестов области. Возведение цирка было народной стройкой. В осуществлении проекта задействовали лучшие предприятия Карагандинской области и творческие силы. К примеру, супруга автора проекта Александра Георгиевича Бойкова, Людмила Васильевна, лично изготавливала занавес и ковер для манежа. Это было еще в 60-е годы. Город набрал статус крупнейшего, крупного города. Это 500-тысячник. И по градостроительным нормам было положено как строительство киноконцертного зала, которое еще до сих пор не осуществилось, так и спортивного манежа, который был построен тоже в эти годы, в 70-е. И планировалось строительство цирка. Индивидуальные проекты не строились в эти годы. Как правило, ЦНИ обжилищных зданий проектировал для, допустим, для Сибири и Дальнего Востока типовой проект, для Средней Азии и Казахстана типовой проект. Нам попался вот как раз по нашим климатическим условиям цирк для Дальнего Востока и Сибири. И был привязан примерно такой же цирк, как Кемерово. Я его видел в натуре. Вот он был построен без изменений, как типовой. Мы же, учитывая особое положение цирка, которое определялось прежде всего проектом детальной планировки, то есть размещением цирка в городе, где он мог стоять, решили, что он должен образовать вместе с легкотеретическим манежем катком на 3000, 5000 мест. Он должен завершать как бы площадь зрелищно-спортивных сооружений. Вот. И таким образом он ушел глубоко в парк. Вот эта площадь вся, она уходила в парк и организовывала выход, вот как раз один из выходов, главных выходов в этом месте в парк. Я вернулся в то время вот из армии в свой родной институт, Караганда-Горсель проект, сейчас это Караганда-Граждан проект, его потом переименовали. Вот. И меня посадили сразу же за проектирование этого уникального объекта. Сроки были сжаты и буквально строительство началось с листа. То есть мы делали фундаменты и эти чертежи шли уже в дело, в разработку и так далее, и так далее. По этим чертежам уже кран стоял и монтировал фундаментные блоки. Поэтому чаще всего, когда надо было делать коммуникации какие-то инженерные, то есть воздуховоды, значит, там, разводку водопровода, тепла, там, и так далее, и так далее, приходилось вот таким вот образом с помощью отбойного молотка дырявить вот эти стены, как бы это тяжело не было. Но мы предупреждали, мы понимали, в какую мы ситуацию попали, у нас не готов еще, не скомпонован проект, он еще не утвержден, а строительство уже началось. В 82-м году была повышенная программа ввода жилья, выполнение программы жилищного строительства, и ее недовыполнили 300, и жилстрой в том числе. И вот когда уже во время выпуска цирка курировал объект Леонид Константинович Полежаев, вот он пришел вместо Язева Василия Ивановича, Василий Иванович уже заболел тяжело, у него больные ноги были, вот, и я-то ходил на все планерки, и помню этот момент, как Полежаев отчитывал Нидонса, тогда управляющего треста жилстрой, вот генподрядчика этого цирка, за то, что он так, жилье говорит, вы завалили, так хоть бы отчитались перед народом и цирк как бы в подарок преподнесли к концу года, и мы успели, тогда были брошены все силы, в этот год, по-моему, цех жести вводился, так, но это где-то раньше несколько, так, это вот два уникальных промышленных объектов в Тимиртау и цирк в Караганде, и были брошены все силы, фактически. Знаете, фильм такой был, «Цирк зажигает огни», да? Вот мы хотели его сделать снаружи, весь в огнях. Это и газосветная реклама, вот эта завершающая, так, вот эта газосветная реклама, и вот здесь вот такие огни по периметру, вот он горел тогда всеми, всеми буквально огнями, он первый раз и может быть единственный раз горел. Это было очень праздничное зрение и было необыкновенное торжество этого момента, так все люди были нарядные, праздничные, шли как вот первый раз в цирк. Цирк – это яркое свидетельство заботы партии и правительства о благе советского человека, его нравственном и эстетическом воспитанием. Зайдал на открытие объекта первосекретарь обкома Компартии Казахстана Александр Григорьевич Коркин. Хорошо помню, как я тоже эстетически воспитывался в цирке летом 1984-го. В тот год в Караганде выступал единственный в мире московский цирк на воде. 200 тонн воды вмещал в себя бассейн, который собирали на арене между отделениями. Каждое выступление артистов сопровождали всплески фонтанов и зрители буквально застывали от восторга. Необычный цирковой жанр привлек тогда огромное внимание карагандинцев, в зале не было свободных мест. К слову сказать, уже через год работы в Карагандинском государственном цирке был зарегистрирован 250-тысячный зритель. Цирк карагандинцы очень любили и гордились им. 19 декабря 1982-го года исполнилось 40 лет подвигу Героя Советского Союза Нуркена Абдерова. Эта неделя была объявлена карагандинским горком комсомола неделей памяти Героя. Состоялись возложения гирлянд и венков к памятнику Нуркена Абдерова. В пионерских дружинах прошли торжественные линейки в трудовых коллективах рабочие собрания под девизом «Подвиг Героя навечно в памяти потомков». 19 декабря 1942-го года при штурме фашистских позиций у села Коньков в Ростовской области самолет Нуркена Абдерова получил прямое попадание в мотор и загорелся. Понимая, что шансов дотянуть до своих нет, Абдеров направил горячую машину в колонну вражеских танков. Похоронили Героя тут же в хуторе Коньков. Звание Героя Советского Союза Нуркену Абдирову было присвоено 31 марта 1943-го года посмертно. В 2012-м году подвигу Героя исполняется 70 лет. Вот уже больше полувека его бронзовое изваяние молча наблюдает с постамента за тем, что происходит в городе. В городе, куда Нуркен приехал когда-то из глухого аула, где собирался жить, работать, влюбляться. Но ничему этому не суждено было сбыться. Война решила по-своему. Пламенный патриот своей родины Нуркен Абдиров погиб 19 декабря 1942-го года смертью Героя. Сгорел вместе с самолетом. Так указано в архивных документах. Нуркен Абдиров родился 9 августа 1919-м году в ауле номер 5 Каркаролинского района Карагандинской области. Получил неполное среднее образование. И вот в государственном архиве находится его личное дело. В личном деле можно проследить кем он работал. Он работал медицинским санитарным сатистом в облздраве. С счетоводом также он работал заведующей библиотеки шахты номер 1. И последнее место его работы управление областной прокуратурой. И по этим документам можно проследить какой у него был красивый почерк. Он был очень грамотным. Есть в этом деле его характеристика. Характеристика дана заместителем областной прокуратуры за его подписью перед отправкой на фронт. Он давал положительную характеристику, что это дисциплинированный, сдержанный и политически грамотный работник. Действительно огромный героический пример для молодежи. Ведь пареньку было всего 23 года, когда он совершил подвиг Гастелло. И вот он в 1940 году поступает, отправляется на фронт в Красную армию. в 1941 году окончил первую Чикаловскую военно-авиационную школу Оренбургское высшее военное авиационное училище летчиков имени Полбина. В 1941 году, находясь на фронте, он вступает в ряды Коммунистической партии Советского Союза. И с 9 октября 1942 года сержант Абдиров направляется в 808-й штурмовой авиационный полк. И с этого дня начинаются будни нашего героя. 23 октября 1942 года у Нуркена Абдирова был первый боевой полет. Он пишет на родину своим родственникам в письмо и в письме он пишет, что я должен победить эту войну. Если мы не уничтожим врагов, то не вернется для нас радостные и счастливые дни. Он дружил с Алексеем Писанко, тоже наш карагандинец, тоже летчик. Дружил с Александром Комиссаровым. Мы знаем, что сегодня тоже есть у нас в Караганде улица Комиссарова. Он совершил 16 боевых вылетов, уничтожил 12 фашистских танков, 28 грузовых машин, 18 машин с боеприпасами и более 500 фашистов. И вот 19 декабря 1942 года он совершил свой последний 17 боевой полет. В районе станции Боковская Нурпен Абиров совершает свой последний героический полет. Он на горящем самолете летит, но у него была возможность конечно прыгнуть с парашютом, но он решил все-таки добить врагов до конца и совершает вот этот последний и он на прощание по штурмофону говорить своему другу Алексею Писанко прощай друг мой передай моей родине большой привет. Вот такие были его последние слова. Вы должны побольше рассказывать, тогда наша молодежь будет больше знать таких героев, как Нуркин Абиров, Гастелло, у нас очень много Алексея Писунков, который его же напарник, Александр Комиссаров, поэтому мы должны всегда об этом помнить, говорить, показывать. Это очень сегодня надо. В 1943 году одну из улиц нового города назвали в честь героя-летчика. Эта улица сегодня носит имя Каныш Садпаева. А спустя четверть века в 1967 году проспекту Апака Байжанова дали имя Нуркина Абдирова, которое он носит и по сей день. А памятник герою был открыт 30 октября 1958 года на пустынной площади у Дворца Спорта. Десятиметровый памятник, выполненный по проекту молодых каргандинских скульпторов Юрия Гумеля и Анатолия Белыка венчает двухметровая фигура Нуркена. На открытии памятника присутствовала мать героя Бакжана Абдирова. 1952 год в городе развернулась подготовка к зимним каникулам школьников. Тысячи ярких огней зажгутся на красавице елки во Дворце Культуры Горняков. Областной Совет Профессиональных Союзов выделил для проведения праздников около 100 тысяч рублей. Засияют зеленые красавицы в клубах имени Кирова шахты номер 20 на углеразрезах и во всех школах города. В гости к ребятам приедут артисты театров, состоятся встречи со знатными людьми города. В дни каникул учащийся школ совершат экскурсии на обогатительную фабрику, электростанцию и передовые шахты угольного бассейна. Новый год это прежде всего детский праздник и самые лучшие наши воспоминания именно из детства. Все должно быть помнят новогодние подарки, запах апельсинов, бороду Деда Мороза, шары и красную звезду на елке. Что вы еще помните? Утренники в детском саду, где вы в костюме зайчика или снежинки, сказочный городок в парке, а может быть голубой огонек или иронию судьбы по черно-белому телевизору с тремя телеканалами. Самое большое воспоминание о новом годе того времени у меня это пушистые зеленые настоящие елки. Тогда практически все покупали елки и искусственные елки это была редкость. И игрушки были настоящие тоже из стекла и вот сейчас в основном даже если это не настоящие китайские игрушки это в основном шары. А тогда были разные фигурки машинки Деда Мороза и вот бруссел мне нравилась снегурочка которая не просто вешалась а защиплялась на такую прищепку внизу у нее на ногах была прищепка она защиплялась на елку и получалось что она стояла на веточке елки. Отличительной чертой того времени я считаю было то что ночью в ночь с 31 декабря на 1 января транслировались так называемые ритмы зарубежной эстрады. Все конечно любили голубой огонек но молодежь в основном ждала вот именно этой программы она шла очень поздно в 4-5 утра и там показывались такие известные например тогда ансамбли Кабо и Бунием в простые будние дни в течение года таких программ не было такая программа была именно в ночь 31 декабря на 1 января и все ее с удовольствием ждали и смотрели. Главная елка в наше время в детстве была во дворце культуры горняков получив пригласительные билеты от родителей мы со старого я проживал в старом городе поскольку добираться со старого города и не опоздать на это праздничество мама давала нам 10 рублей чтобы мы поехали на такси вот ну по тем временам это конечно были большие деньги приехал с пригласительным билетом с младшим братом у нас праздничный украшенный зал встречал детей города главная елка стояла на втором этаже перед началом празднования значит детям показывали спектакль новогодний спектакль в зале ну и естественно зал был переполнен после спектакля было приглашение всех детей празднования непосредственно вокруг елки хороводы дед мороз снегурочка дети естественно были в нарядных костюмах все были веселые праздничные настроение по окончанию значит мы проходили с этими пригласительными билетами и получали новогодние подарки ну естественно по тем временам новогодний подарок это было большое счастье для детей они были очень красивые вкусные и мы естественно все были очень очень довольны вот где-то за месяц до наступления нового года на всех уроках труда мы начинали с тетрадных листочков резать снежинки мы так старались резали эти снежинки что к новому году во всем классе были целые сугробы этих снежинок потом мы выбирали самые лучшие из них из этих снежинок и украшали класс клеили на окна вешали на потолок на ниточки необыкновенно было красиво и нам всегда казалось что наш класс украшен лучше других и это было ожидание праздника это была радость но главную радость нам заставляло то что после всех этих праздников две недели каникул вот чему радость больше всего ну как новый год ходили больше в ресторан на гагарина там единственный ресторан был в караганде вот мы туда приехал ко мне племянник на новый год моего брата сын он летчик испытатель приехал вот мы встретили новый год в этом ресторане кушали мы что там цыплята табака как помню бестроган с мясом ну и салатик какой-то там меблочков садочек вот все мы кушали накушались плясали танцевали пели вот это у нас вот это прошел у нас новый год не было ни Деда Мороза ни елки не было просто в те времена 60-е годы там ничего не было еще наверное самый яркий новый год был это было мне наверное лет 12-13 я хотела сюрприз сделать и поставила под елку свечки и когда пробили 12 часов там родители там гости все встали там поздравляли друг друга одна свечка у меня упала закатилась под елку и елка загорелась никто конечно внимания не обращал потому что все друг друга поздравляли там считали куранты и мне ничего не оставалось только кричать горит горит вот хорошо что мама сообразила она сразу схватила покрывала накинула покрывала на елку елка правда упала игрушки но ничего потом поставили продолжали дальше встречать новый год обычно мы встречали новый год сначала по каргангинскому времени потом обязательно встречали новый год по московскому времени это было 3 часа ночи и потом мы шли в парк катались на горках катались на санках в общем было очень весело еще одно воспоминание из нового года детства это сказочный городок в парке культуры и отдыха впервые я увидел его в конце 70-х когда меня привели туда родители не забуду огромную страшную даже фигуру карабаса-барабаса с длинной черной бородой почему-то многие экспонаты этого городка казались мне жутковатыми даже самые позитивные вроде бы герои заяц и волк из ну погоди косой на велосипеде и волк на асфальтоукладочном катке выглядели честное слово как персонажи из фильма ужасов теперь я понимаю почему в мультике они были живые милые а тут застывшие на морозе и скрипящие и только огромная высотой до неба новогодняя елка радовала глаз она крутилась вокруг своей оси и радостно светилась разноцветными гирляндами и